Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Спасибо, что составили мне компанию. Сегодня в программе мы поговорим о том, как выжить и преуспеть, даже находясь в зоне сражений. Возможно, в данный момент ваша жизнь напоминает поле боя. Это может быть сложная ситуация в семье, на работе или в церкви. С нами может случиться все, что угодно. Но ведь Иисус не зря предупреждал нас о том, что в этом мире нас поджидают различные скорби, где слово «скорбь» — это греческое слово «thlypsis», которое описывает очень сложную ситуацию, когда человек испытывает сильное давление. Один толкователь говорит, что это слово описывает что-то изнурительное, что вот-вот вас раздавит. Иисус говорил о том, что в этом мире вам предстоит преодолеть множество испытаний. Но это еще не все. Он говорит «Мужайтесь!» Я победил мир. Не важно, что вы пережили и какие испытания посылает вам жизнь, или чему подвергает вас дьявол. Вам принадлежит победоносная сила, которая поможет вам не просто выжить, но быть успешным и одержать победу даже посреди боевых действий. И это то, о чем мы сегодня прочитаем в наших Библиях, начиная со второго послания к Тимофею. Я верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Слова Божьего и услышите то, о чем раньше не слышали. Так что возьмите Библию, ручку и бумагу. Мы отправимся в путешествие по Библии и перенесемся в то время, когда было написано Второе Тимофею, что даст вам лучшее понимание Нового Завета. Так что не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Когда Павел писал Второе послание Тимофею, Тимофей был пастором Ефесской церкви. В момент написания Первого Тимофея он уже был ее пастором. На тот момент все шло хорошо. Церковь благоденствовала и росла. Но к моменту написания Второго послания ситуация резко ухудшилась. И теперь церковь не только не растет, но и уменьшается. Настолько же стремительно, как и росла. День за днем Тимофей теряет прихожан, которые разбегаются и отходят от Господа. Что произошло в период между написанием этих двух писем? Дело в том, что в 54-м году нашей эры императором Римской империи стал молодой человек по имени Нерон. Нерон. Уверен, что вы слышали это имя. Шел 54-й год. Нерон был не в себе. Можно сказать, что он был сумасшедшим. Но это и не удивительно, потому что семейка у него была та еще. Например, его прапрадедушкой был император Август, римский император, который правил в период рождения Иисуса, который также известен под именем Октавиан. Октавиан стал первым императором, который еще при жизни заявил, что его род имеет божественное начало. Как-то раз, увидев на небе звезду или комету, Октавиан торжественно объявил себя Богом воплоти. Самое интересное, что это произошло в то же самое время, когда звезда зажглась и над Вифлеемом, возвещая рождение истинного Бога воплоти, и Иисуса. В то же самое время, когда звезда известила рождение Иисуса в Вифлееме, Октавиан в Риме заявил, что звезда свидетельствует о его божественном происхождении. Октавиан был приверженцем древних языческих религий. Он рьяно делал все возможное для их возрождения, восстанавливал храмы, строил новые. В некотором смысле он тоже был сумасшедшим. На смену Октавиану пришел Тиберий. Тиберий был извращенцем. Он был настолько развратным, что у него даже был свой остров, который он назвал «островом удовольствий», где происходили разного рода оргии. Он был известным распутником. И это был тот самый римский правитель, во времена которого был распят Иисус. Итак, на первом месте император Август, который считал себя чуть ли не богом. За ним идет Тиберий, который также мнил себя богом и славился своими сексуальными извращениями. Затем на смену Тиберию к власти пришел Каллигула, имя которого стало синонимом разврата. Он приобрел широкую известность по всей Римской империи за свои сексуальные отклонения. Это был страшный человек. Он практиковал инцест со своими сестрами, с женами римских сенаторов, с мужчинами. В своем сумасшествии он зашел так далеко, что решил назначить свою лошадь новым правителем Рима. Он совсем выжил из ума. После смерти Каллигулы к власти пришел практически здоровый человек, которого звали Клавдиус. Он был приемным отцом Нерона. Он также продвигал массы идеи собственной божественности. Его даже называли Божественным Клавдием. Он женился на сестре Каллигулы. А сейчас будьте внимательны, чтобы вам не запутаться. Клавди женился на сестре Каллигулы. Как вы помните, Каллигула практиковал инцест со своими сестрами. Так вот, его сестра, которую звали Агриппина, была осквернена родным братом, императором Клавдием. Так что ей и своих проблем хватало. Она была очень властной, агрессивной, мстительной и жестокой женщиной, очень коварной и изворотливой. Так вот, она вышла замуж за Клавдия, у которого был сын от предыдущего брака, которого звали Британик. Но и Агриппы также был сын от предыдущего брака, которого звали Нерон. И одному из них предстояло стать императором Римской империи. Агриппина хотела, чтобы ее сын, Нерон, стал новым императором. И она помогла своему мужу, Клавдию, умереть. Она его отравила. Он умер. А спустя буквально несколько часов после его смерти, она объявила Нерона новым императором. Сенат одобрил это решение. И таким образом, в 54-м году от Рождества Христова, будучи 16 лет от роду, Нерон стал императором Римской империи. И в первые пять лет его правления все шло сравнительно неплохо. Для молодого человека в его возрасте бремя власти может оказаться непосильным. Что и случилось. И в первые годы на троне Нерон управлял страной под чутким руководством своего учителя. Которого звали Сенека. И своей матери, Агриппины. Кстати сказать, Агриппина играла решающую роль в жизни Нерона. Она так сильно все контролировала, что приказала отчеканить монету с изображением Нерона и ее самой, обращенными лицом друг к другу. Ей хотелось, ни много ни мало, быть соправительницей Нерона. Она постоянно указывала ему, как ему себя вести, как ему следует поступать, что приемлемо, а что нет. Он был марионеткой в ее руках. А Нерон отчаянно сопротивлялся. Он этому противился. Он не хотел быть императором. Он любил искусство, увлекался музыкой. Его влекли театральные подморстки. Он хотел стать музыкантом. Он хотел быть актером. Но где это видано, чтобы император играл на сцене. Это считалось неприемлемым. Но это то, чего ему действительно хотелось. Но поскольку это считалось неприемлемым, он не мог этого сделать. Он водил дружбу с актерами, с музыкантами, что считалось недопустимым для римского императора. Он жил под каблуком у своей матери. В первые годы его правления она все время его контролировала, поправляла, пыталась приструнить. Наконец, в 59-м году Нерону это надоело. И он решает избавиться от родной матери. В этой семье было много смертей. Не забывайте, что, скорее всего, Тиберий был отравлен Каллигулой. И похоже на то, что Клавдий принял смерть от рук Агриппины. И теперь уже Нерон, в роду которого было много убийств, замышляет, как бы ему избавиться от родной матери. Нерон устал от ее бесконечных манипуляций. И в один из дней он пригласил ее на обед, в ходе которого он подарил ей новый прекрасный корабль. «Корабль удовольствий». Он усадил ее на корабль и отправил в открытое море. Но она не знала, что при выходе в море корабль должен был затонуть. В ходе морской прогулки корабль потерпел крушение и затонул. Он был вне себя от радости, думая, что его мать умерла. Однако Агриппине удалось спастись и добраться до берега и вернуться домой. Узнав об этом, Нерон послал убийц к ней домой, и они ее убили. Это была страшная смерть. И все-таки ему удалось избавиться от родной матери. Такое чувство, что после ее смерти он совсем потерял рассудок, потому что теперь некому было за ним следить, его проконтролировать или направить. Он был предоставлен самому себе и мог делать все, что ему захочется. И первым делом он намеревался сосредоточить в своих руках как можно больше власти и устранить любого, кто посмеет ему помешать. Следом он убивает своего учителя, Сенеку, который также играет ведущую роль в его жизни. Затем он принимается за других членов семьи, за родственников, а покончив с семьей, он взялся за ключевых римских сенаторов, потому что их влияние также было очень сильным. Одного за другим он устраняет всякого, в ком видит соперника. А вот теперь, когда на него уже никто не может повлиять, об его руках сосредоточена такая власть, что он может делать все, что пожелает. Теперь, когда он избавился от всех тех, кто пытался ему указывать, он решает осуществить свою давнюю мечту. Он станет музыкантом и театральным актером. Нерон начинает давать концерты по всей Римской империи, что считалось абсолютно неприемлемым для римского императора. Более того, он вместе с другими актерами выходит на сцену в маске и лично принимает участие в спектаклях. Известны случаи, когда во время его концерта у женщин начинались роды, потому что все были запуганы, и никто не решался встать и уйти из страха и лишиться жизни, не смея пошевелиться на протяжении всего действа. Например, у одной женщины роды начались прямо во время спектакля. Но вместо того, чтобы встать и уйти и этим разгневать императора, она продолжала сидеть и родила ребенка, в то время, как Нерон стоял на сцене и пел. Он окончательно сошел с ума и считал себя божеством. Как известно, Август Октавиан также постоянно муссировал идею собственной божественности, равно как и Тиберий. А Каллигула и вовсе провозгласил себя Богом, полагая, что это послужит оправданием его морального поведения. Мы знаем, что Клавдия также называли божественным Клавдием. Тогда как Нерон не просто решил на этом сыграть, но и сам в это уверовал и во всеуслышании заявлял об этом, считая себя Богом воплоти. В то время существовало такое поверье, что богиня Деа Рома, которая считалась покровительницей Рима, воплотится в правящем римском императоре. И Нерон провозгласил себя ее воплощением, ее олицетворением, обителью богини Деа Рома, что делало его богоподобным. По этой причине он воздвиг сам себе множество статуй и собрал вокруг себя целый сон жрецов для поклонения императору. А поскольку он считал себя талантливым музыкантом, одаренным актером, потрясающим художником, да, он считал себя художником, более того, он возомнил себя величайшим дизайнером и архитектором мирового масштаба. И по этой причине ему не терпелось снести центральную часть Рима и перестроить ее в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Но даже в то время Рим был очень древним городом, представляя собой историческую ценность. А в его центральной части жила элита. Это были самые богатые и влиятельные люди Рима. Там жили сенаторы. И когда Нерон объявил им о своих планах по сносу и реконструкции центральной части Рима и возведения нового района, который он хотел назвать, Нераполис, он хотел назвать его в свою честь. И вот, когда римские элиты, сенаторы, узнали о его планах, они сказали твердое «нет». Это древний город со своей историей. Это город, в котором мы живем. Ты не имеешь права сносить коренную часть Рима и строить на его месте Нераполис. И если раньше они закрывали глаза практически на все его причуды, то когда он задумал построить Нераполис, они выступили против, тем самым, помешав его планам по созданию города своей мечты. Ему хотелось, чтобы все узнали, какой он талантливый художник и архитектор. Раз нет, он пошел дальше. В ряде исторических документов того периода содержатся сведения о том, что Нерон перешел к активным действиям, что он послал в Рим людей с факелами. И они подожгли Рим, что позднее получило название «Великого пожара» 1964 года. Вообще пожары в Риме не были такой уж редкостью, но этот пожар был очень необычным. Пожар бушевал шесть дней и шесть ночей, и был такой силы, что плавились даже гвозди в постройках. Различные следователи находили мешочки с древними монетами, которые сплавились воедино. Настолько жар пламени, охватившего Рим, был сильным. И все это продолжалось шесть дней. После того, как пожар все-таки удалось потушить, в воздухе летал пепел, и то и дело возникали новые очаги пожара, что продолжалось еще три дня. Казалось, это никогда не кончится. Тысячи горожан погибли в огне или были задавлены, пытаясь спастись из горящего города. Огонь полностью уничтожил десять из четырнадцати округов Рима. Но больше всего пострадал центральный округ, тот самый, на месте которого Нерон собирался построить свой любимый Нерополис. А посреди Нерополиса, в центральной части Рима, он планировал построить новый дом, так называемый «Золотой дворец Нерона». После того, как произошел пожар, и многие здания оказались разрушены или полностью уничтожены, Нерон начал воплощать свои мечты и приступил к возведению своего величественного «Золотого дворца». Сооружение настолько внушительного, что он располагался на площади примерно 130 гектаров. Представьте себе, дом со всеми его садами настолько большой, что он занимает 130 гектаров. Ничего подобного ранее свет не видывал. Кстати сказать, за всю историю человечества он до сих пор считается самым удивительным и роскошным домом из всех когда-либо построенных. Он был верхом изящества. Мы знаем, что потолок столовой был выполнен в форме купола. А поскольку Нерон хотел ощутить космический эффект, здесь вам и луна, и звезды, и прочие небесные тела, то он был выкрашен в темный цвет, по цвету неба, покрыт звездами и другими изображениями космоса. Во время ужина его слуги сидели в специальных нишах на крыше и при помощи специальных балок вращали ротанду, имитируя движение небесных тел. Это было величественное сооружение. Он был покрыт золотом. Внутри в отделке использовался мрамор, а снаружи он был весь покрыт золотом. Своё название он получил благодаря тому, что стены в помещениях были покрыты сусальным золотом. во дворе дома он установил собственное извояние, статую, высотой около 36 метров. Вы только представьте себе, 36 метров. Её называли колоссом Нерона. А поскольку это происходило на глазах у жителей Рима и у сенаторов, то они стали задумываться о том, что же стало причиной пожара. была ли эта случайность или это было подстроено? По городу упорно поползли слухи, которые дошли до Сената, что поджог устроил сам Нерон, чтобы освободить место под своё грандиозное сооружение. Народ настолько активно муссировал эти слухи, что Нерон постепенно стал осознавать нависшую над ним опасность, суда и возмездие. Ему предстояло найти козла отпущения, и он его нашёл. Пусть это будут христиане. Христиане. Что он, собственно, и сделал. Но зачем Нерону понадобилось обвинять в поджоге именно христиан? Обращаясь к Римскому Сенату и к жителям Рима, он сказал, «Как вы могли подумать, что я, Нерон, мог сжечь свой любимый город? У меня есть сведения, и я скажу вам, кто это сделал. Рим сожгли представители этой новой секты, которые называют себя христианами». А в качестве неоспоримых доказательств он привёл пять фактов о христианах, которые показались его слушателям вполне убедительными. первое. Он говорил, что христиане это атеисты. Но почему он так говорил? Потому что непременным атрибутом языческого жилища были многочисленные идолы и статуи, которым они поклонялись. А в домах у христиан их не было, потому что они не идолопоклонники. Мы не поклоняемся идолам. Мы поклоняемся Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. С точки зрения римлян, они были безбожниками, потому что у них не было идолов, что дало ему основание считать их безбожниками и атеистами. Во-вторых, он утверждал, что они не только безбожники и атеисты, но еще правонарушители. И в каком-то смысле он был прав, потому что вам не позволялось проводить публичные или даже закрытые собрания без разрешения властей. А Нерон не давал христианам подобное разрешение. И он никогда бы этого не сделал. Поэтому всякий раз, когда верующие собирались, для поклонения, для проведения церковных служений и таинства причастия, они фактически нарушали закон. Итак, во-первых, Нерон считал их атеистами, а во-вторых, правонарушителями. В-третьих, помимо того, что он считал их атеистами и правонарушителями, он утверждал, что они ведут антиправительственную деятельность. У меня есть сведения, что на своих незаконных, подпольных, закрытых собраниях они провозглашают другого царя и другое царство. И это правда, ведь они провозглашали Божье царство и главенство царя Иисуса. Иисус Господь, говорили они. Но Нерон схитрил и заявил, что они провозглашают новое царство, новое правительство, выдвигают своего кандидата и ведут подрывную деятельность. И, наконец, в-четвертых, Нерон утверждал, что помимо всего прочего, они еще и извращенцы. Извращенцы? Вы это серьезно? Нерон утверждал, что в их среде практикуются так называемые вечери любви. Да, вечери были. Вечери любви — это причастие, когда верующие собирались для совместного вкушения пищи. Они называли это вечери любви, потому что их объединяла Божья любовь. Но дело в том, что сам Нерон был развратником, извращенцем. За свою жизнь он трижды женился на мужчинах. Он убил свою жену, Попею, и, чувствуя за собой вину из-за убийства жены, он женился на одном из своих рабов по имени Скорус, одев его, как свою жену. Нерон был психически больным извращенцем. И теперь он сам, будучи извращенцем, называет христиан извращенцами. Можно только догадываться, что этот человек наговорил о христианах. Чтобы извращенец называл других людей извращенцами, у него должны быть сильные факты. Он говорил, что они практикуют вечер любви, подразумевая оргии. Это извращение. В-пятых, он утверждал, что они каннибалы. Каннибалы. Он заявил, что лидер их секты, Иисус из Назарета, говорил, что если вы не будете есть мою плоть и пить мою кровь, то не будете иметь в себе жизни. И на основании этих его слов он утверждал, что на своих незаконных подпольных собраниях они предаются оргиям, а также пьют кровь и едят мясо. И он утверждал, что христиане это каннибалы. Но был еще один последний аргумент, последний, самый главный. Он говорил, что христиане на всех углах кричали о том, и вы все это слышали, что скоро нас всех ждет страшный суд и гиена огненная. И это именно то, о чем они проповедовали, говоря о грядущем суде, который должен прийти на землю. И Нерон тут как тут, ведь они нас предупреждали, зря мы их не послушали. Они говорили, что собираются сделать. Это они сожгли Рим. Итак, во-первых, он называет их атеистами, затем правонарушителями, обвиняет их в антиправительственной деятельности, утверждает, что они извращенцы, а не каннибалы, и напоследок он обвиняет их в поджоге. По римским законам поджигателей следовало предать огню. Поскольку они совершили поджог, то и казнить их следовало через сожжение. На основании предъявленных обвинений верующих начали преследовать как в Риме, так и в других городах Римской империи. Христиан убивали, бросали на растерзание диким зверям. Они принимали смерть от профессиональных гладиаторов, но чаще всего в период правления Нерона их либо распинали, либо сжигали по обвинению в поджоге. И все это происходило на фоне написания второго послания к Тимофею, которое было написано в 67-м году, тогда как Нерон пришел к власти в 54-м. Это были поздние годы его правления. Он умер в 68-м. То есть уже под конец, когда сумасшествие Нерона достигло своего апогея. И когда Павел пишет Тимофею, Тимофей возглавляет церковь, которая находится в упадке, которая претерпевает все то, что происходит в Риме. И, кстати, в этот момент сам Павел находится в римской тюрьме по обвинению в поджоге наряду с другими верующими. Это противостояние. Это сражение, которое выпало на их долю в период написания 2-го Тимофею. А наше время истекло. Получается, что сегодня у нас с вами был урок истории. Но я надеюсь, что это помогло вам лучше понять те испытания и трудности, с которыми они сталкивались в первом веке, когда Павел писал второе послание к Тимофею. В следующий раз мы узнаем о том, что Павел и какой совет он дал Тимофею в части того, как выжить и преуспевать в трудные времена. Это будет полезно. Так что не пропустите. В заключении, если вам нужна молитва, не забывайте, что мы здесь ради вас. Воспользуйтесь информацией на экране и будьте уверены, что мы будем молиться. И запомните слова Эклисиаста 8-4, где сказано, где слово царя, там власть. И пусть Божье слово прольет свою божественную силу в вашу увидимся в следующей программе. Ваша жизнь похожа на сражение? Вы побеждаете или отступаете? Благодаря книге Рика Реннера «Снаряженные для битвы» вы сможете одержать победу уже сегодня. Апостол Павел сказал, когда дьявол выступает против нас, мы должны быть готовы встать и сразиться с ним в духовной битве. Это означает, что вы должны быть полностью оснащены для сражения с врагом. Облекитесь в духовные доспехи и все оружие Божье. Нанесите врагу поражение. Будьте снаряженными для битвы. В книге «Снаряженные для битвы» паста Рик отвечает на глубокие вопросы, разбирая места писания о духовных сражениях, которые ранее неправильно истолковывались. На примере доспехов римских солдат проводится параллель с нашим снаряжением для духовных битв. Вникая в это всестороннее исследование, вы научитесь облекаться во всеоружии Божье и поймете важность положения каждой составляющей доспехов для победы над врагом. Из книги «Снаряженные для битвы» вы узнаете, какое значение имеет духовное всеоружие, данное вам Богом. Не пропустите это специальное предложение. Прямо сейчас зайдите на сайт ignc.org и скачайте эту книгу бесплатно. Одержите победу в духовной битве уже сегодня. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество все дальше отходят от библейского учения и все больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библию, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнеров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии как единственного источника истины. Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнером и помочь нам нести библейское пробуждение все большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин